Номер горячей линии антикоррупционной службы 1424 разрывается от звонков жалующихся казахстанцев. В Алматы антирейтинг уже традиционно возглавляют такие ведомства, как социальная защита, образование и медицина. В этом году Совет по этике рекомендовал четырем руководителям вынести выговор о неполном служебном соответствии. Предупредили также трех администраторов судов и районный Акимат. Жалуются, например, что не предоставляют государственную услугу. К примеру, очень много жалоб на то, что не ставят в очередь на жилье. Были такие случаи. Были случаи, что не принимают поликлиника нашего управления здравоохранения. Очень много жалоб на то, что не отвечают на вопросы, то есть разъяснений не дают толком. Но на районные Акиматы жалуются. В этом году по коррупционным делам ущерб государству составил 683 миллиона тенге. Вопросы сегодня задавали в онлайн-режиме. Встреча транслировала в социальных сетях. Молодые люди спрашивают, как начать карьеру на госслужбе. Те, кто поопытнее интересуют, как наказывают за превышение полномочий и другие коррупционные преступления. Интересовались также графиком работы. Какие меры принимаются по снижению загруженности государственных служб? Ни для кого не секрет, что они задерживаются допоздна на работе. По данным профильного ведомства, 90% увольняется из-за низкой зарплаты при большой ответственности. Чиновники получают около 90 тысяч тенге, что в два раза ниже среднего заработка мегаполиса. Разработана новая факторно-бальная шкала, состоящая из 25 требований, где оклад будет зависеть от эффективности человека. Пилотный проект заработает уже с января 2018 года.